итак ребят приветствую вас решил сегодня сделать ролик но хочу сказать что должен был сегодня попасть театр поскольку у меня супруга немножко приболела вот и я оброс хорошенечко по своим меркам вот кстати говоря по поводу мерок здесь у нас была беседа как-то и мы все думали как же какую градацию вот жесткости щетины выработать нам вот кто вещает и чтобы можно было это как-то сравнивать вот ну во всяком случае пока пришли к выводу то мы разговаривали с павлом в частности по пред вот и предложил вот что да ну по жесткости щетины тогда я говорю несколько тогда попал ну чтобы было весело по паблику может быть вот у него жесткость и самая высокая с 9 до 10 я свою так ну грубо говоря наверное 6 до 7 комсомолец старый комсомолец вот он кстати я тоже участвовал в этих дебатах у него где-то семерочка он как мне показалось так считает вот ну и здесь можно дальше это дело как-то распределять как вот да и возвращаясь к это щетин я решил что ладно побрейся сегодня раз у меня все это дело обломилась вот и что хочу сразу сказать я да я сегодня побрейся кабранчиком я его сейчас поправлю это тоже но я делал обзор все прекрасно видели эту бритву вот такая бритва 6 восьмых вот у нее практически ровно 20 миллиметров там ну может быть там на чуть чуть больше вот такая бритвка я что хочу сказать себя то по поводу этой бритвы то вот кстати греха как александр показывают я не знаю ну там дело в том что у меня резкость по-другому наводится это фактически полуклин и мне как-то говорил дмитрий иванов вот из бритва что ты понимаешь горит почему она такая удобно здесь вот вот это вот та самая золотая середина а кое приходится иногда к чему мы иногда приходим в итоге вот потому что она и не жесткая и не совсем такая знаете рыхлая то есть вот это вот если так взять я когда делал обзор мне казалось что это все таки может быть там две трети на на самом деле пополам вот идет вот где-то цель нее фактически такой полу клинышек с выборочкой конечно но вот жесткость у нее реально начинается вот где-то вот отель вот если видно конечно и по поводу меня ребят хочу сделать одно заявление скажем так вот когда-то было видео я снимал по поводу этого видео по поводу этого ремня ролик и там алекс сергеева виченков по моему да вот он но выразил сомнение по поводу ремня но в качестве ну или лечить это качестве что касаемо качества хочу сказать ремень хороший и он скажем так чем дальше тем лучше становится стал мягче я его хочу сразу сказать что его пропитывал все таки вот на этой самой костная маслом этим почему потому что он видимо где-то очень долго лежал и он честно говоря было немножко дубоватый вот когда я его пропитал эти маслом он стал эластичным приятные хорошими но что хочу сказать это 3 миг вот это существенно протяжении какого-то времени но что я хочу сказать ребята знаете я исхожу из той ситуация как Nikon есть такая компания, которая производит оптику, фотоаппарат и так далее которые не спешат с выводами и тестят, тестят, тестят и потом может быть в конце что-то говорят и делают, то есть они не выплевывают кучу этих фотоаппаратов все, они не спешат, вот если вы обратите внимание они может быть не сразу выпускают то, что кто-то уже сделал, но если они это делают это делают очень надежно, хорошо я попробую придерживаться вот этой идеей и вот на протяжении уже какого-то времени я хочу сказать, что этот ремень не всем бритвам подходит, вот касаемо кленов, вот у меня английский Джозеф Аллен и вот Кабран вы знаете, вот даже звук по нему идет, ну просто шикарный вот, я говорю сейчас о правке вот, касаемо допустим Тьера что одного, что другого там у меня один, ну как мы уже пришли к выводу с карбоновой стали это леса и петух вот современная 135-я Ц и Соната ну я так ее опозвал в общем, вы знаете о чем я говорю вот они у них полотна более нежные и им подходит та юфт, которая у меня находится на колодочке она более нежная мне так кажется более гладкая вот и на досочке то есть вот такое у меня в итоге умозаключение касаемо этого ремня вот то есть очень хорошо подходит к бритвам клина полуклина и мне кажется не очень подходит к бритвам с полной выборкой скажем таким нежным бритвам вот поправили бритва Кабран теперь хочу да значит чем я сегодня буду пользоваться хотел попользоваться тэшечкой своей трюфетом ну у меня есть еще пара тэшечек вот но да и хотел что попробовать это лезвие рапира я как-то смотрел обзор у Вадима Иванова вот и он отзывался не очень неплохо и мне так кажется что кто-то из наших ребят ну скажем из наших я кого имею ввиду это Саша Стас Рома и Павел это те ребята с кем я общаюсь вот и кто-то из ребят то ли это был Станислав то ли это был Роман тоже отозвались неплохо арапир мне такое ощущение что это Станислав вот я хотел это дело испытать я потом как бы испытаю посмотрю просто знаете настолько я люблю и настолько я погрузился вот и проникся к этому инструменту что вот честно скажу вот к Тешечкам я как-то так на крайний случай вот может быть я может быть даже сегодня бы ей побрился если ну спешил бы там в театр сходить и так далее ну дабы не черкануть себе там не чипнуть и не оставить следа потому что такое бывает ну ничего не скажешь такое есть вот это касаемо глинговых бритв но поскольку театр отменяется я решил устроить свой театр вот да и поэтому сегодня ну помазочком я теперь буду долго пользоваться он меня очень люб скажем так вот этот помазочек и мыло буду его тестить пока верится оно не закончится буду смотреть искать решение потому что вы видели мы с Александром взбудораживали общественное мнение вот и я хочу сказать что ребята в этом есть тоже плюс большущий я бы это привязал бы к бизнесу есть один нюанс вот когда реструктуризацией занимаешься в своей конторе вот и там иногда бывает да оно получается иногда может быть несколько жестковато но ты видишь потом как каков результат это знаете как вулкан который извергая свою лаву вот и это все стекает сначала смотришь на это просто ужасно то есть оно все обгорело все сгорает все но через какое-то время по прошествии какого-то времени там вырастает обалденный лес чистый лес без шелухи без трухи и так далее вот и вспоминая там значит один отзыв из подписчиков не знаю подписчик парень или нет вот мы же кололись плакали опять кололись опять плакали но продолжали кушать катус вот я сейчас буду взбивать пенку вот я еще знаете что подумал по поводу этого мыла может быть я много водички в помазочке оставляю сейчас посмотрим вот но я обратил внимание что первая пена и вторая они очень разнятся вот и еще раз напоминаю что я не эксперт по мылу я просто напросто исхожу из того как оно мне подходит не подходит вы знаете ребят вы меня извините я не люблю слово заходит то есть можете им оперировать пожалуйста это дело такое хозяйское я слышу это выражение постоянно но оно как мне так не клеится вот а так вот смотрите вот такое вот у нас получается помазочек вот оно такое и сейчас я нанесу я сегодня не буду пользоваться пришивом вот не хочу тратить на это время в общем поехали что сейчас хочу сказать ребятам по поводу бокса я от всей души поздравляю болельщиков этого невероятно интересного вида спорта скажем кто-то может быть считает что жесткий хотя поверьте мне он не жестче чем футбол и менее опаснее и хочу поздравить ребят тех кто болели за Александрусика я знаю что и у нас много болельщиков ребят из России кто болеет именно за Сашу и наоборот ну касаемо Мурата я не уверен потому что ну здесь еще очень большую роль играет этническое происхождение и так далее у нас это к сожалению имеет место быть ну что-то поделаешь но я как-то уже об этом ребят говорил что у меня к этим ребятам абсолютно равное отношение потому что это наши ребята кто бы тому как не считал вот что хочу сказать если вам интересно мое наблюдение какое по всему я считаю что этот бой в первую очередь проиграл Санчес а не Мурата Мурата всего 24 года ребят вы не представляете что это такое биться на таком уровне и дойти до такого уровня Саша олимпийский чемпион у него за плечами столько боев и такой опыт я за ним давно наблюдаю дело в том что я к этому виду спорту имел непосредственное отношение вот и я хочу сказать что то что делал мурат мне было просто честно говоря непонятно есть простые вещи и то что делал Саша вот то что делает кстати говоря и Вася вот это циркульное движение они оба тем более левши смещение вправо относительно соперника влево вот и самая громадная ошибка это идти за противником не срезая по углу а по траектории движения противника это самая большая ошибка и мурат это делал без конца значит чтобы резать углы этому этому надо учиться надумить и мурат это в принципе умеет но это было не отработано а извините меня ребята если вы тренер если вы выглядели спортсмена на такой уровень а Саша настоящий олимпийский чемпион со мной сейчас может быть многие не согласятся ребята есть не настоящий олимпийский чемпион это прекрасные спортсмены все но не настоящие их мало потому что чтобы туда дойти это невероятно сложно на самом деле это страшно сложно но есть такие потому что я считаю что наш боксер ой фамилия сейчас выскочила с головы он был по-моему на прошлом олимпийском чемпионом он не является таковым на мой взгляд потому что у него казах выиграл казах выиграл он русский по происхождению василий по моему его зовут вот победа была за ним но отдали победу нашему боксеру и тот тоже русский кстати парень просто в казахстане боксеры свои боксеры у них в основном это средний вес и легковесы вот а касаемо тяжеловесов нет это не их не остея вот и здесь я хочу сказать что перед муратом был настоящий настоящий олимпийский чемпион понимаете парня 24 я говорил что мурат это своего рода явление 24 года извините меня выйти на такой уровень это очень круто но на мой взгляд мне кажется что был бы интересней бой если бы сошлись не мурат и александр а сошлись саша усик и дартикос вот этот бой был бы интересней вот потому что я хочу сказать что слишком разные стили вот у александра и у мурата сказать что мурат проиграл в дресс я скажу следующее он проиграл вдречь в конце и кстати говоря это как раз говорит о классе высоком классе александра усик но я как мне показалось ребята в чем была ошибка команды мурата они решили оставить это на вторую половину они и честно говоря мне запрещение они вообще решили сработать таким же методом как и с дартикос но саша этот номер не прошел не прошел и не пройдет и поэтому я считаю что мурат в каком-то там третьем или четвертом раме он упустил свой шанс то есть он когда зацепил александра и саша немножечко повело это чувствуется потому что во-первых у мурата удар сильнее это однозначно здесь ну как бы я считаю это всем понятно но он его отпустил отпустил потому что во-первых времени уже было на исходе то есть для меня я посмотрел этот бой у меня эти раунды летели просто со свистом один за другим вот и я хочу сказать что где-то до пятого раунда что-то у мурата получалось а потом все саша его кстати говоря в таком же ключе как и ну естественно там несколько стиль другой несколько выглядит все по-другому но идея как раз была его бокса такая же как и у Мухаммеда он просто напросто затыкал мурата вот а знаете извините меня одно дело когда это бьет средний вес уже просто башка трещит даже через перчатки какая бы ни была крепкая головка а извините меня 90 килограмм а после взвешивания то у них 89 а до взвешивания а после у них извините меня там может быть за 95 и у Саши руки длиннейшие то есть Саша собственно говоря сделал свое дело сделал это мастерски и это надо признать и в горе честь и честь и мой хвала вот это касаемо бокс ребят бокс был интересный и мурат красавица я считаю он молодец вот но я хочу сказать что что с такими чемпионами олимпийскими как Саша вот надо надо как минимум два плана иметь потому что с одним планом тем более тот который был у Маратова просто в итоге перестал работать естественно конечно далеко не уйдешь а вообще я хочу сказать что вот честно говоря ну это опять же мое мнение мысли вслух бокс вот если говорить о том боксе который показывает Александр Усик и Мурат Гасев вот если честно и тот не мой и этот не мой то есть это несколько другое то что скажем нравится ну естественно кто-то скажет или спросит что же тебе там нравится какие боксеры тебе нравились ну естественно кто-то сейчас хоть что слышит что там Роль Джонс допустим да кто-то скажет ну там я не знаю мы не покерал вот это такой был питбуль от которого уйти просто было невозможно уйти вот но я хочу сказать что да кто-то скажет это самый господи сгоной выскочил сейчас вспомню скажу вот как по мне так из боксеров мне очень нравился Оскар Далахоя этот боксер на мой взгляд удивительно интересный кстати олимпийский чемпион кстати настоящий олимпийский чемпион понимаете не знаю почему ну этот человек фактически однорукий боксер кто его знает кто интересуется боксом знает о чем я говорю возможно он скрытый левша как и мой сын хотя я бы не сранился моему сыну засранцу далеко до него потому что он в последнее время стал подзабивать на бокс что мне очень огорчает а он ударный у него левый полу снизу полу сбоку сажает людей я хочу сказать вот оскар мне был очень симпатичный фейбоксер ребят я вот смотрите добавляю просто чуть-чуть смачиваю водички вот у меня в маге и чуть-чуть вот запираю мало опять тот же случай с мешанием вот и наложил опять пирог это касаемо бокса у меня там один из а да кстати говоря что я хотел сказать ребят спасибо вам большое я вообще вы знаете вот там последние пару роликов особенно последнее это вообще на самом деле было сделано для хохмы вот и ну я хочу сказать что в основном народ это расценил и понял вот ну если кто-то не понял ничего страшного здесь никакой трагедии нет вот пожалуйста значит вот эта вот пена кому-то она нравится кому-то нет ну вот такая какая есть и что я хочу сказать мне очень было приятно то что контингент который смотрит в высоком случае нас я опять же говорю ребят которые с которыми я общаюсь переписываюсь и надо спорить потому что не без этого я хочу сказать что народ очень интеллигентный очень остроумный вот знающий многое и я хочу сказать так интересно мне стали предлагать я не могу сказать кто потому что это будет некорректно а во-первых человек не сможет потом нормально откомментировать что-то потому что это может рассматриваться с предвзятой точки вот стали мне предлагать мыло лезвие вот и много много всего вот чтобы я делал обзоры ребят насчет обзоров я вам хочу сказать так это не мой конек вот я могу просто пользуюсь чем-то восхищаться этим или не восхищаться скажем так это может когда я смотрю как это делает ливию как он озвучивает эти звуки как он озвучивает эти детали как это делает Станислав Роман и Саша так же вот ну ребят я думаю нас будет слишком много таких вот а потом говорится каждый сверчок ну ну что касаемо вкусов и цвета и так далее здесь знаете я опять же по комментариям понял что все посередочке и вообще наш народ настолько многогранен это просто что-то невероятное я собственно говоря и честно говоря обожаю наш народ при всей нашей порой знаете какой-то оголделости иногда агрессивности вот настолько остроумные настолько хваткие вот настолько смекалистые что-то просто знаете но ребят нам надо держаться друг за дружку и русским и украинцам и белорусам потому что уповать на ту культуру мы так с ними далеки и так мы разнимся что-то просто земля небо единственное конечно что меня сейчас очень огорчает наше праведчество конечно то что они нам рассказывают это сказки не буду дальше продолжать эту тему потому что мы не для этого здесь собрать здесь так вот это на рынке черноты а что хочу сказать по поводу комментариев всех последних особенно наших событий я хочу сказать ребят спасибо огромное за ваши комментарии вот реально знаете подожди когда ты смотришь там в основном у меня там лайки следят не так уж их там много дизлайков как правило вообще нет здесь и дизлайки появились это абсолютно нормально но тут ты как бы нет такого контакта ты не скажем не понимаешь вообще что человек поставил поставил а когда ты читаешь комментарии здесь совсем другое дело вот и тут начинаешь сейчас я немножечко лису ополосну вот и тут ты начинаешь понимать какие люди тебя окружают и вы знаете я хотя в принципе я хочу следующее сказать что тебя окружают такие люди кофе ты сам стоишь понимаете вот я хочу сказать что мне было очень приятно потому что люди и в поэзе разбираются цитируют Пушкина и сочиняют стихи кстати говорят что скажем так не сочиняют и редактируют я когда-то в юности занимался этими делами потому что сочинить стихотворения порой у меня есть даже свои стихи басни я даже сочинял еще был пацаном где-то мне было лет 12 вот и я хочу сказать что сочинить можно либо сразу легко либо когда ты понимаешь как бы хочешь идею изложить но очень сложно подобрать слова даже у великого на мой взгляд самый великий поэт это был Александр Сергеевич царства небесно Пушкин хотя и других тоже немало и они тоже по-своему очень интересно но здесь это просто невероятная мудрость вообще удивительный человек вырубилась камера ребят значит опять не уложился время у меня с этим какая-то беда одним словом даже Александр Сергеевич Пушкин вот особенно это чувствуется в Онегине ему было непросто писать ему было непросто писать это произведение это чувствовалось он его писал несколько лет на самом деле вот поэтому что говорить о нас простых смертных вот это касаемо Пушкина поэтому да перефразировать там ну это попроще конечно вытащил одно слово вставил другое и то надо чувствовать и уметь ну чтобы это несло смысл а не теряло потому что как только начинаешь переборщивать вот и смысл начинать теряться ну а это так это то что они сейчас говорят мыслью слуха вот я здесь чуть-чуть подберу еще у меня кое-что осталось вот то есть люди у нас интересные слушают нас конечно круг не очень широк это и понятно а вот те кто бред циклинком и тому подавно вот ну и однако приятно я хотел еще что добавить ребят я сначала не стал думай не стану говорить про Индию теперь скажу значит я как-то случайно у меня было время и я посмотрел одно из каких ранних ранних видео Вадима Иванова я увидел там просто на видео пузыречек такой стел Old Spice Old Spice постоянно я помню у нас его на время вообще невероятно долго рекламировали но поскольку такой широкого спроса продукт я сразу от него скажу честно как-то абстрагировался я никогда его не покупал но я послушал мнение Вадима Иванова и он сказал что а потом я увидел значит видео Роман Пастухова ему кто-то привез что-ли из Германии этот Old Spice он говорил что он абсолютно другой запах а значит Иванов Вадим сказал что индийский он единственный который сохранил тот запах который считается его классический этот запах Old Spice Original и как раз у меня сейчас ребята сыновья в Индии они там у них тур очень интереснейший тур по самым самым интересным городам они сейчас двигаются и они меня купили я попросил чтобы они купили этот самый Old Spice который делается в Индии вот и они его привезут когда я специально куплю здесь который продается у нас и попробую сравнить ну во всяком словах запахи вот эти чутье у меня неплохое я из них ачей я пищу нюхаю все знаете как собаки есть так же самое у меня приходится нюхать все не знают куда это привычка но так вот и собственно говоря на этом пожалуй все да я сейчас увидел кстати ролик у Станислава ему подарили ребята полярзатор который он по-моему туда налил у Spice как раз я поэтому сейчас вспомнил вы знаете как мысли текут я думаю сейчас думаю чем воспользоваться ким автошевом то ли молочком отрюфета то ли вот этим кладманом смотрю на топливизатор вспоминаю Стаса тут же вспоминаю полу Spice который он тогда залил как мне показалось в всяком случае я вроде бы внимательно так послушиваю Стаса интересно внимательно слушаться тоже там своя харизма интереснейший такой парень вот Станислав привет и тут же как раз вспомнил про этот Spice вспомнил про ребят вспомнил что не хотел вперед говорить пока не купят но они купили и мне уже показали одна бутылочка побольше другая поменьше в каком-то из городов делается они мне назвали не помню ребят просто не помню но это потом уже когда привезут дай бог чтобы привезли чтобы долетели обратно но они еще вернутся не скоро через неделю вот а у меня вот кстати говоря вот такая вот штука которую очень многие тоже интересовались такой опуляризатор и он это делает немцы и кстати говоря тот который я видел у Станислава он тоже хоть там написано про нас но там продается у немцев точно такие же но естественно без надписи вот пожалуй такое бритье всем всех благ задавайте вопросы и я с удовольствием постараюсь на них ответить всем привет и приятного бритья пока